А теперь смотрите, кто нам мешает. Дело в том, что я просто не выдержал. Вы знаете, вот это самое, если бы не вот это вот, знаете, что это за выражение? Манильос сжигает листья. Это из книги популярнейшего писателя-садовода. Гриб-туртовик сжирает растения. Это из книги популярнейшего, крупнейшего садовода. Ну, я от себя добавил ещё из парша, чёрный рак, огневица и прочее. Дело в том, что я сейчас, чуть выше, потом чуть-чуть вернёмся, да? Я сейчас вынужден вам сказать, что много лет назад, десятилетий, веков назад, может быть, тысячелетий, и до сих пор всё современное, уже прошлое современное садоводство основано на страшнейшей ошибке, которая неосознанно до сих пор не понята, не принята, потому что я об этом толдычу уже давно. Но я хочу ещё раз сказать, официально и на всё остается жить, чтобы когда-то это перешло в учебники биологии, чтобы это перешло, чтобы с этого начинался каждый курс биологии, чтобы не смотрели, как эти самые, как лица, покрытые плесенью, или там грибом, паршой, как угодно назовите, монолёзом, вот, и говорили, жрёт. Ещё раз, это важнейший момент, потому что это один из основополагающих основ биологии, которая сейчас основана на страшнейшей ошибке. Что за ним пойдёт, сейчас я объясню. не сжигает листа, ни одного из миллиардов. Ни гриб-трутовик не съел ни одно здоровое дерево. Даже не пытался. И нет у него зубов. Даже чёрный рак, вы знаете, что чёрный рак – это грибковое заболевание. Он тоже сюда относится. Чёрный рак не съел ни одно дерево. И так далее, и так далее, и так далее. Официально заявляю, я имею на это право. Потому что чем меньше калечишь дерево, тем оно здоровее. А здорового дерева грибов нет. Потом я буду это всё раскладывать по полочкам. Я вам покажу страшные раны, нанесённые людьми. Миллионами. А в сумме все вместе. Это миллиарды искалеченных деревьев. Людьми, которые их любят. Искусственные раны поражаются грибами. Естественные раны или не поражаются вообще грибами. Или в маленькой степени. И вот эта вот разница, огромная разница. И самое страшное, чего мы ждём, это Иоанна Александровна, ваш этот самый, Косноярский университет, не ваш, который взялся на биологической основе с помощью генетики уничтожить гриб под названием опёнок, который якобы сжирает леса. Эти самые охойные. Дуль, глупость. Невероятное это самое невежество. А чем кончится? Не имея понятия о роли грибов в природе, они такие же, как эти самые, такое же право имеют, вспоминаем. Растения, животные, флора, фауна, лишайники, и там это самое, через апятую пошли насекомые. Грибы самостоятельные знают своё место. Не съели ни одного живого листа зелёного, не съели ни одной сердцевины, ни одного дерева, ни одного этого самого, ничего, ни одной клетки не съели живой. Никогда и не могут. Иначе давно бы уже была бы планета мёртвой. И не могут съесть. Им не позволено это по природе. А вот уничтожить грибы генетически, или как хотят ещё этих самых муравьёв, то же самое. Вторая дикая глупость. Уже до людей добрались, вспомните эти самые смертельные, обыкновенные, обыкновенные этот сам гриб, грибковые, грибковые. Эти заболевания, которые мы называем этими, там, ну вспоминайте, от чего людям рот. И кто-то говорит, а кто-то это уже нарочно делает. Так и тут то же самое. Дай только людям волю. Погубят всю страну, погубят весь мир. Ой, извините, я Александр не выдержал. За ваши земляки взялись эти, опять уничтожают. Опять уже рот этих, якобы. Меняется природа, меняется климат. Климат поменялся, там, где были деревья, процветали, начинают загнивать. Сгнили, съела их уже, мёртвые уже съели грибы, на их месте появляются другие. Ещё хуже, когда их пилят. Ещё страшнее. Но это не гриб пилил. Это варьё пилило. Так, ну что, вы уже жалеете, что сюда пришли. Вот это вот, независимо от группы сортов, древовидная и пустовидная вишни формирует, исходя из общих идей правил. Для чего я это подчеркнул? Дело в том, что древовидную вишню надо искалечить. То есть убрать полный веток, вот они красным. И они якобы будут лучше расти, чувствовать, дольше. Они покроются грибами, вот теми вот этими. А потом начинается борьба. Гигантский механизм создан. Гигантская индустрия. Уничтожать и лечить. Уничтожать и лечить. Ну как человеку пальцы пообрезать, а потом начинать лечить. Они добрались до, я просто выделяю, кустовидной вишни. Общее правило, вы знаете, вот растет куст, да? Вот. Кстати, вот он, знакомьтесь, гриб-тотовик. Знаком? Я вам сколько примеров приводил. Ну вот, теперь давайте вот это вот общим правилом подчиним. Так, ну до высоты где-то метр делаем ему штамп. Да? Вот она. А я еще, знаете как? Здесь она всего полтора метра. Да, тут всего полтора метра. Она взрослая. Так вот, речь идет о вишне. Я выбрал вишню. Смотрите, до метра делаем штамп. И вот сюда привезли, я бы взял бы, если бы моя воля была бы, я, допустим, на недельку президент страны, я спецназу, команду, вот тех, кто это, вот это вот, книгу сделал, вот эту вот книгу, да, вот, ко мне сюда, я бы времени пожалел, сказал, вот я стою рядом, берите, во время, когда плодоносит, когда покрыто прекраснейшими плодами, вкуснючими, это же не случайное же дерево, тут есть только селекционное, и вот, я говорю, под страхом смерти, я ничего не буду, вот когда ты вот это все сделаешь, вот это вот, да, вот, я тебя отпущу, не сделаешь, расстреляю, спецназу дам, команду, повесят тебя, на этом самом, тут же, на высоком дереве, на той же груши, и вот он берет секатор, и не зимой, когда голая, там непонятно, что, может, правда лишняя, а вот сейчас, я бы разрешил, я бы потерял бы целое дерево, я бы плакал бы, рядом стоял, вот, но я бы сказал, пусть, и пусть это все каналы телевидения показывают, чему ты научил, и он режет, вся низкая, выше, 50 сантиметров, 70, ветки, 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 начиная от метра, уже режет не все, а только каждую вторую, и после этого, этот огрезок, а вот это все сюда складывает, вот тут, вот все, что отрезал, да, у него получается, где-то две трети надо, вот такой куст, правильно, правило же общее, а потом, Беларусь, Польша, Литва, 10-15 лет, лишние растут, а почему? Как они могут вырасти 10-15 лет с такими обрезками? Так вот, это, я говорю, я бы его, это, он бы, конечно, обрезал, никому неохота на суху висеть, вот, просто уже зла не хватает, страшный сон, правоверного садовода-садиста, это опять он же, допустим, а вот оно лето, да, лето, вот, а это молодой абрикос, сианец, он еще не плодоносил, а скажите, пожалуйста, почему он такой? Ну, может быть, где-то там с севера ветер немножко, но он не мешает слева, вон и не плодоносит, правильно? И вы мне спросите, а почему такой формы? Ах, хрен его знает, вот он так растет, а я не подхожу, это, это как, если верующие могут сказать, что Бога нет, если я поверил в это, что нельзя подходить к сектору, я не подхожу, а здесь просто, я бы сказал, даже не буду в спецназ, даже не буду это, тебе вешать на суку, и просто скажу, вот возьми, и отрежь все лишние ветки, а они у него все лишние, и об этом барабанят на тысячах сайтов, раньше-то не было этих сайтов, книги-то не каждый дурак еще читал, ну, вот повезло мне, вот мне просто, который отставит свою точку зрения, мне просто, Лен, повезло, вот туда горько растет, и все, еще не было ни одной плода, это не плод изогнул, кстати, формируют дерево, урожаи, вспомните, ветки вертикально вниз растут, вот, ну, так, теперь, если мы еще не разорвались до конца, так, это тот самый, один из четырех, абрикосов, который, привез с Украины, он должен был 150 грамм, ну, даже до 300 грамм не дотягивает, как его обратно увеличить, ну, мы это проходили, а теперь берем, снова, так, разорветесь, нет, это бай, это первый урожай, одна штука, это прям питомники, один из тех, вот, он будет уничтожен, Сергеем, но я не о том, что эти ветки, их все равно, мне столько не купят, вот, а, Сергею не пригодятся, у него же питомники, надо привать, вот, если бы Сергей с каждую почку брал, как тот, доктор наук, да, ему бы хватило бы, одно дерево на весь питомник, а у него здесь получится, ну, два, три, две, три прививки, тем более, у него по двое толстые, значит, надо по две веточки, из двух, трех почек, а еще какие-то почки попадают под нож, во время, это, формировки черенка, так же, ну, да, не больше двух, это по-честному, а для чего я это говорю, и так, мы видим, вполне приличный плод, размером 40-50 грамм, это бай, вот, смотрим дальше, вот эта фаина, она измельчала, она так измельчала, что, когда я вас угощал, вы, наверное, испытали разочарование, вот, она превратилась в вполне, неизоврядный, по-науке, середине человека, как, а потом и живут, вот, как вернуть обратное качество, пока можете не отвечать, вот это вот, затянулось лето, вот, и мы с вами, убедили, что, деревья абсолютно не пострадали, от того, что лето, имеется, дождливое лето, затянулось, из-за этой бесконечной ширости, у нас, говорю, как есть, никогда не обманываешь, что, ой, как здорово, у нас плоды начали порчиться, прямо на деревьях, для заготовки косточек, великолепно, да, готово уже, можно сказать, вот, узнаете, что у вас, за косточки в руках, с баллонной той черешни, да, черешни, вот, я понимаю, вот за это его срезать, я одну не выпинул, молодец, вот, вот, это уникальная вещь, так же самое, разговор по черешни будет отдельный, итак, такие, и такие, это один из вариантов манджиуса, вот, а почему их полюбили, муравьи, ради бога, это наши друзья, угощаем, вы хоть одного муравя убили, вот еще, вот, дело в том, что, вот еще, видите, сколько мы кормим этих, всю живность, а представляете, 40 обработок, ни муравейщика бы не было, а смотрите, насколько сладкая ягода, да, аж сочится, можно сказать, нектарином, здорово, да, а теперь, я не понял, к чему я клоню, нет, знаете, почему, а потому, что завтра мы срежем, если найдем, помните, тот самый, в Азербане, манчжурец, который, не привитый, дал, такие плоды, невиданные, их было всего из десяток, вот, они попали в общую кучу, мы их не стали, выделять, это бесконечная гонка со временем, некогда, а тот, хотел, хотел, чтобы у меня, таблицу составил, он меня целый месяц кормить будет, да, вот, представляете, кресочки-то целые, мы что, режем? будем врезать, будем врезать, мы просто, когда привать будем, вот, что стоит, про это тоже, мне есть ответ, а вот это, вот, я сейчас вот так сделаю, вот так вот, а, вот смотрите, вот, позировали, помните, что 30 яблок, это колонны, колонны, да, это вторая колонна, я вас с ней не знакомил, это на первом участке, вот, дело в том, что старые колонны, когда они исполнили по 25 лет, перестали уже, знаете, на одной яблочке были, вместо вот таких, размером, он как, тот абрикосик, вот, ну, как они все сперили, сервис, давай, позоримся, это, скажут, а вы знаете, как трудно, опасно, и вот такие заявления делать, да, вот, а потом кто-то скажет, а у него в саду, я же не вижу, такой шпионат, что кто-то тайком поснимает, ну, сотни гостей, кто-то скажет, да, это все херня, что же, это говорить, короче, стали колонны убрания, вот молодежь, вот, ну, и что, развиваться будем, я больше ими заниматься не буду, на прошлом бинаре, Сергей сказал, не буду, вот так, я до веточки не срезал, а ведь это же, если продолжить, да, два, три мировых рекорда, это преодолевает, жильзово, по колонне, по крупной плотности, нет, не по крупной плотности, это само собой, по высоте, по морозстойкости, и по урожайности, вот, там, в Европах, хотя, не снилось, для этого нужно было, приятно, сибирь, а они сами себе запретили, а вот это вот, альтернатива, это колонна у соседа, все это вот, это соринка, першики, я не хочу, долго им заниматься не буду, мне, я не привык быть вторым, третьим, мне вторым привык, я преклоняюсь перед теми, кто еще больше достиг, но шаломай-то, сахарина, привил мои, медочки, першики, и получил 200 граммовые плоды, в 4 раза больше моих, в 5 раз больше моих, это как понимать, я говорю, девчонки, я вас отнимаю, эту самую теплицу, обойдетесь без помидор, я вам высыновенькие куплю, но, посадил здесь, 12 штук, между ними еще кое-что посадил, вот, но это уже, будут сюрпризы, так вот, уже на следующее лето, я жду, если я их не загублю, я не умею заниматься теплицами, абсолютно не умею, но следующим летом, ну, кстати, совершенно здоровые, вот эти, пугало, теплицы растите, это гныть, не сбылось, сухо невероятно, замучился таскать воду, поливать, вот, никаких болезней, ничего в помине нет, но это еще на село пути, им всего лишь два года, представляете, ну, вот сейчас, и весной исполнится, да, весной исполнится два года, почему мощная, да, потому что теплица, так вот, вы не сели плоды, это одна из загадок, которая мне поможет ответить на вопрос, вернее, я-то для себя знаю, для всего мира, что на землю попали культурные растения, а потом все было, вот, эти сказки, что люди их, с дикарей культурными сделали, вранье, чушь собачья, глупость, вот, пришла вслед за этим, за атеизмом, это все попало на землю в готовом виде, причем, можете говорить, что стаи, что могло прийти с одного растения, которое имело клетки, каждая клетка поместила в супнабор, и она превращается в у него клетки, которые имеют только лишь ядышко, и протоплазму, оболочку, и вдруг у нее вырастают корни, крона, и она начинает плодоносить, вот, а вы мне говорите, этот самый, Дарвин, вы попробуйте вспомнить, откуда взялась клетка, как отдельная клетка из коры, из листика, я же не говорю про почку, почки готовый набор, этих самых, хромосомы и прочее, а здесь-то как? Готовая попала, хоть говорите зернышко, согласен, говорите с, это самое, с этого самого, согласен, совсем согласен, самое главное, потом было одичание, потом были периоды, которые привели к тому, что они не просто одичали, они к земле привыкали, к разным условиям, а мы сейчас из них извлекаем, вспомните вчера разговор с Сергеем неделю назад, мы извлекаем из них то, что нам нужно для севера, пусть потом на юг не пойдут, а на сьюге у нас что, а в Москве что, а зимы нет, а может и не будет, а в Сибирь, лились дожди у нас все лето, значит должны погнить, а где-то наоборот, и тут и наоборот, там где была, это, в Москве скоро цитру сройночем садить, климат меняется, надо привыкать к этому, и надо уметь извлекать из деревьев самые важнейшие качества, мы извлекли из них морозостойкость, мне говорят, изменились допустим, не могут измениться, а разве нельзя считать, что тоже дерево с повышенной морозостойкостью является эффективным гибридом, только потому что нельзя пощупать эту морозостойкость, а у меня в саду растут эти же культурные крупноплодные сорта абрикосов сливы и так далее, абрикосов, а это не аргумент, морозостойкость та же, когда нельзя взять-то это самое, 25 градусов, когда у нас 45, вот это следующий момент, возвращаемся к следующему, когда, это тоже оселяться, наиважнейший случай, и это она, вот впервые было снегу, не впервые, за много лет, впервые снегу было почти по колено, это очень много по нашим меркам, потому что у нас такой край, у нас тучи обходят, Савянские горы, и они мимо-мимо, у нас мороз, а у них снег, а у нас мороз, а снега нет, оказалось, что привыкли к мужу ко всему, и потом, если сухо, то они не так приказываются, то есть, если сухо, достаточно сухо, то, корни показывают мороз, только гораздо выше, чем там, помните, 9 градусов, 20 градусов, это, мол, крона на морозе, она должна терпеть мороз, а корни в земле, а в земле тепло, а оказывается, не так, и вот, когда у нас получилось минус, то есть, сантиметров 30 снега, мы выкапывали, это я еще с племянницей, или это вас немножко, мы выкапывали 30-40, я привил абрикосов, мы выкапывали лету 30-40 подбой, там с того полюса увидели, раньше мы видели Сергея, да, из них 3 оказалось гнилых, а годом, думай, раньше не одного гнилого, а с него было почти колотко, тогда давайте думать, а если с него будет полметра, возможно, из, ну, скажем, из 30-ти, уже не 3 будет, а, например, 8, вот таких, гнилых, которые мы выбросили, а если метр, они все были полутораметровые, а если метр, а возможно, из 30-ти 15-20, а если мы специально будем закапывать всех, а нам из 30-ти надо всего 2, но чтобы они точно не сгнили, это селекция, Евгения. Селекция, это ведь отбор, на самом деле, вот мы выбрали самые лучшие, из 32, вот это и есть селекция. Еще выбрать надо, кто будет это делать, пока там вот 3, остальные это все равно в разной степени. А потом еще обнаружить, почему эти качества наследуются. Выбрать это одно, а потом это нужно воспроизводить, довести до плодоношения, выяснить, есть ли в нем какое-то отличие от всех других преждесуществующих, и вот потом начать эти качества закреплять. Так, сколько надо лет? 20? В сумме? Ну, наверное. Ну, на не меньше 3 поколений, на 5-й год в среднем плодоношении выживаете. То есть, получается, 15 лет, как минимум? В же 15, так сказать. А не факт, что в первый год будут самые крупные плоды? Ну, в несколько лет надо гноить. Просто гноить. Так? Да. Да. Так, от вас сейчас осталось что-нибудь? Это обязательно, хотя бы, хвост остался. А что от вас останется, если вы всем этим будете заниматься? А тот коллектив, он никогда не будет таким, у них регламент, слово регламент, я вам потом покажу. Так, это вы, пусть поздновато, пусть уже позади, так называемое сокодвижение, вот, вы прививаете персик. Персик на абрикос, да. Персик на абрикос. Вот, скажите, персик, чтобы стал гибридом, то есть, чтобы в нем гены персика поселились, то есть абрикоса. Сколько надо покорений? Ведь он же, ну, как сказать, персик на абрикоса. Да, логическая несовместимость никто не отменял. У меня потери брыли. Тем не менее, на этом дереве все совместилось прекрасно, из двух черенков прижился один. Да, один прижился. Ну, так я специально спрашивал, а что потом? Ну, что потом? Мы же к дереву едем с вами завтра. мы посмотрим завтра, и, если есть черенок подходящий, мы его заготовим, и на следующее поколение. А куда привьем? в идеале надо на это же дерево. Ну, да. Или, или. А если на это же дерево, то зачем тогда его обрезать? А, надо это, материал побольше, чтобы было. А принцип тот же, не зря из двух один выдержал. Они же нормальные, одинаковые были, один прижился, один нет. Все равно условия разные получились. Ну, давайте на другое дерево. Давайте. Так. Ну, слава богу, это, пока есть о чем подумать. Значит, этим занимаемся тоже. Да, и этим занимаемся. Так, я только начал, Елена Станбовна. Теперь смотрите, вот эти вот абрикосы, это те самые бросков, самые дальние, помните, я говорил? Да, самые подозрительные с точки зрения будущего. А вот они. И что мне сказал Верий Васильевич? Их нельзя трогать. Они представляют собой уникальную вещь. Вот. Но я садил-то их в общий сад. Знаете, что там слева? А слева цвела уже. Фаина. Ну, пусть немножко. Это посадки в 15-м году. Фаина, академик, королевский. Вся тут это, весь набор. А между ними пчелки летают. Вот. А перворожай, они явно самые плодные были. Явно. Вот. У них разное время цветения. Вот у левых и у правых. А вот эти правые это бродские. Вот. Но так бывает только разное цветение. Знаете, когда? Когда бывает холодно. Та же, как я говорю, разное созревание, растяжка получается. Мы же впервые выделили, вспомните, бирки вешали вместе. Ну, да. Абрикос-Манжурский, скомка, позднее было. Абрикос-Манжурский, все в дерево повесили. А раньше днюю жизнь бы не догадался, что они позднее. Вот. И так и тут. А цветение тоже растянуто. Они пылили сами себя, и урожайся был небольшой. Ну, вспоминайте там. Небольшой, но зато стабильный. И мелкий. А теперь, если телегония существует, а я вас сейчас начну пытать, вот. Если телегония существует, они должны что? Укру. Укрупнятся. Вот. А если телегония не существует, значит, они не будут укропняться. Все. Надо проверить. То есть будут, но уже, уже в следующем поколении будут. То есть собрались и косточки, а там они окажутся крупнее, потому что напротив, допустим, 100-граммовое, это там. Конечно, опылители тоже. Да. А если, а если, на самих, я изучил, да. Телегония существует. Под вопросом. Объясню для тех, кто далек от этого. Я всегда говорю, я очень уважаю людей, он есть и первого класса, да. Вот, допустим. Ну, допустим, есть такое понятие царь-токарь. То есть, может, такие детали, для заставления, они выточат. Он царь-токарь. Кажется, на самом деле, мастер, да. А, что он может не знать, что однажды, взяли, пустили в одно стадо зебру, к обычным, как гнидым кобылкам. Вот. Потом, что не было, эксперимент неудачи. Потом, значит, взяли и убрали эту зебру. Спасу, даже настоящего жеребца. Тоже гнидого. Ну, родила жеребенка, а он полосатый. Не слышал это? Нет. Это правда? Нет. Нет, чего у тебя захусят это? Но, нет, это не слышал. Так это же важнее всего. Вот, с тех пор, когда начали думать, а как же у людей влияет ли первый половый партнер на потомство, если он не участвовал в зачатии? И вот тут, уже не наука, а как бы нравственная сторона победила. То есть, подали, не надо людям это знать. Вот. Но я про жеребенка тоже, может быть, это миф, хотя говорят в каком-то там ферме, называют там подробности тысячи, а может, это миф? Вот, действительно, нет никаких. То есть, первый половый партнер, может, не влияет. Садоводство не влияет, это я говорю. Реально, только мы не будем рассказывать о теме. Просто, я хотел сказать, Верю Васильевич, я тебе потом пошлю этот фильм, посмотришь, ну, запись. Вот. Еще раз скажу, я восхищаюсь этими прикосами. Они оказались самые чистые. Ни одного пораженного листа, не то, что там полсантиметра квадратного, а хотя бы точечка плесени. Вот это приморье, вот это качество. Вот, для серой зоны, это больше сейчас России, вот это должно идти в серию. Вот. А ты, Юрий Васильевич, сидишь, как Кощей Бессмертный, сидишь на золоте, вот, а сидишь на золоте, потому что никому не надо. Вот все самое страшное. Вот. Кстати, еще скажу пару слов. Тяжело понимая, тебе одна наша общезнакомая прислала полторы тысячи рублей, думая, что я собираю деньги и вышлю, а там только для того, чтобы доставить на дом больному человеку, который не может выйти, только за доставку да, допустим, берет тысячу с копейками, я уже высылал за свой счет, только это. И получается, что от этой тысячи полутора все обесценивается. Зачем я это говорю? Да, просто говорю, да и все. Говорю и говорю. Чем хочу, то и говорю. Так вот, значит, это бесценная вещь. Терегония существует в следующем году. Кем бы поспорить, дайте каникул, что плоды будут крупнее. У меня остались фотографии, все, фильмы, когда я снимал крупные планы. Ну, так же интереснее жить, когда веришь в чудо, заказываешь, когда, когда это самое, ставишь ящик каникул, чтобы так сказать. Ну, это как, ну, все, скулься, я же помню, как я это, сидит, стоит, преподаватель, уткнулся, что мы студенты спим, некоторые даже храпят, вот, а его дело маленькое, он там что-то бубнит, бубнит, он знает, что вся его наука никому не нужна, но Терегония нужна бы. Так, что-то я завелся. Так, Елена Александровна, что вы сказали, я фотографию вам показывал, для чего? Здесь была совершенно другая тема. Единственное дерево мной, искалеченная, вишня. Почему? Я брал с нее черенки, вам высылал, а помните, а, может, вы не видели, на прошлом вебинаре я показывал калининградский результат. На одном роскошная вишня, на другом а черешня. с вишневой ветки. Так вот, я тут дерево изувечивал, и на нем появилось что? Смотрите внимательно. Вот та самая мандарилась. Вот. Короче, руки прочь от дерева. Это я, ладно, я, это, мне иначе не выжить. Вот. А вам-то кому-то надо было подходить. Смотрим дальше. И вдруг, когда вы увидели, ну, подошли к экрану, как раз когда-то было. Вы говорите, о, эту фотографию я знаю. Кому ее показывали? Ну, своим коллегам. Что сказали? Очень удивились, что такие крупные есть черешни у нас. И сказали. И удивились тому, что они по-настоящему выросли. А говорят, может, на фотографии положили ташкентские какие-нибудь вишни. И сфотографировали рядом с нашими. Ташкентские. А я бы не подумал. Я подумал, что если я покажу вот свою вот эту вот часть руки, вот я вот эту рубашку свою любимую поверю. Оказывается, надо было это. Да. Ладно. Смотрим сюда. Ну, дело веры. Я уже тысячу раз клялся Богом. Хоть кто хочет верить, то пусть верит. Кто думает, что я купил на рынке, пусть так думает. Вот. Смотрим дальше. Вот это вот фотография, которая справа. Они должны быть рядом размещены. Ну, так уж быстро, что съехал на одну фотографию. Вот. Вот эта фотография. Так. Вам, выпускница моих курсов личных, как это называют, забыл, проявил. Производ в практике, да. Вот эта фотография. Так. И вот эта фотография. Где вишня, где черешня. Вот на этой, которая снизу, черешня. Так, угадала. Больше похоже. Угадала. А это? Скорее вишни. С генами? С генами черешни. вот и как правильно. Четверка, пятерка, нет. Сразу не сказала, что с генами черешни. На этом дереве были желтые и красные привиты черешни. Постепенно все три прививки погибли. Вот. Вишня стала вот такой. Одна ветка вообще была выдающаяся. Но она потом последний год смотрел, отсохла. То есть там была уже не вишня с генами черешни, а вишнище с генами черешни. Ух, дух захватывает. А кто бы взял ветку, кто бы перенес, с генами черешни. Вот так вот. А вот это вот, что от вас осталось? Вот это вот у меня прививка персика на вишню в войлочке. Вспоминайте, вы с Аркадиным приезжали, я вас угощал вкуснейшей в войлочкой вишней. Да, было. Вкусной. А я еще говорил, где она досталась от персика. Так. Вот, но... Я смотрю, там ветка. А что, плохая ветка? Ну, что ветка-то, персиковая? Персиковая. У них общий корень. Вот, я к чему говорю? Это третий припас... Ну, нет, не так. Из всех вариантов, что я предлагаю по двое персика, я предлагаю первый вариант на мажорский абрикос, второй на китайские сливы. Так. И только в последнюю очередь на войлочную вишню. Не отрицая, здесь просто самый длинный путь. Знаете, начинал с 20-ти, с 20-ти. Прижились. Ну, все, я на это... Год идет, 18 осталось, еще год 15, еще год 8, еще год 3. до кое-как дождался урожая персика на этом, на войлочную вишню. Увеличение плодов не увидел, улучшение вкусовых качеств не увидел и сказал себе, нет у меня, я бы мог и сейчас вот, стоит взять вот отсюда ветки и опять на войлочную вишню. Как это будет называться? Это уже по вечеринам. Называется уже на освещение ментором. Одно дело по двое к привою приучаем, да? А другое дело приводит по двое. В одном случае это по железу, а другое по вечеринам. Хотя ставлю в свою фамилию рядом с вечеринами, конечно, это наглость, но тем не менее. А вот это опять разрываться будет. Еще два варианта. Перед вами, я вас угощал, помните, в руке зажаты были кочки? Это вот эти вот. Брянская розовая черешня. А этих было совсем мало. Они мелкие. Когда я получил первый урожай, почему тут самый урожай? Там некому опылять. Это в сторонке. А сама себя плохо опыляет. А урожай, когда первый получил, смотрю, мелочь, это ясно. Мне черенок срезали с сельца. То, что называют Мичурин использованный сорт. Вернуть мы можем, но теперь-то вы. Ну, через поколение можно. Ну, вот. Даже время. Так. Ну, и что скажете, как разрываться будет? Здесь у нас всей команды не хватит. Я уже понимаю, что это слишком много. Надо же тысячекратно. А еще не все. Потому что у нас есть молодая порция. начиная от Тимошкина и Мурана. Вот. Через несколько лет Ивана уже, так сказать, прижем к этому. Куда он денется? Вот. С подводной лодки. А все-таки нам нужны люди, которые все-таки имеют отношение к государству. Иначе все замрет. как замерла его Козьмина, перестройка, новомышленная, Мичурина перед этим все. Вот. Недавно вспоминали ему Вигарова. Знаете, люди просвязелись на том конце экрана, то есть телефонного звонка. Я слышу москвой женский голос. А спросите его, он Вигарова знает? Он меня спрашивает. Я говорю, конечно знаю. Я говорю, в каждом этом, в областном центре уже должен свой Вигаров быть, потому что вот это направление лечебное, оно наиважнючее. Ну и тут же говорю, если как относиться к деревьям, как это, плотники, стойлеры, да, как к дровам, это все бесполезно. И вы знаете, сейчас я вспомню, в каком-то разговоре с кем-то, я не помню с кем, промелькнуло, я не знаю, как к этому относиться. Я уже думал, я уже все знаю, все разумно, все. и вдруг я узнаю, я растерялся, мне говорят, а вы знаете, где-то кто-то через кого-то кто-то что-то сказал, не помню ничего, ни автора этих слов, ни на кого он сосался, ничего, что если дерево, то есть плоды с больных деревьев, они якобы имеют лечебное свойство. Мне первое мысль, какого хрена, дерево должно быть абсолютно здоровым, давай здоровые плоды, как с больного. А у кого-то же своя логика, пусть извращенная, ну вот больной изувеченной яблы, я же помню, в Подмосковье, там же яблени, груши, они были в конце июля, июля, когда у нас уже 100-200 грамм налитые такие, а там ужас, маленькие, кривые, смотреть страшно, и что с него будет это, а дерево, а деревья искалечены, людьми же искалечены. Я рассказывал, весь вот этот дачный массив гигантский, весь искалечен деревьев, вот благодаря вот этим вот докторам. И что дальше? Я растерялся вначале, и уже который день не то, что не всплыл, но думаю, искалечены, значит, она себя лечила, значит, какие-то гормоны особые выработала, и опять думаю, а хотели бы вы иметь больного мужчину в потопство? Нет, конечно. Ну нет, я же с женщиной разговариваю, нет, конечно, это даже, может, у вас и не спрашивают, вот. И, короче, а на тот момент у меня же крыша снесло, действительно, она уже себя лечит, значит, в нем какие-то лечебные качества, соки там, в этом. Вот ты что, дошел, скоро крышу снесет, окончательно, мне и так уже это за сумасшедшего принимают, ну, так образно. А вот смотрите еще, я, докся, вы, я вас познакомил с очень секретным человеком, помните, его называем, пианистом, да, 83 года, вот. Вот его, он вас угощает, черешней, он вырастил, это чудо, знаете, вот на что я преклоняюсь перед Боддером, как перед нашим садоводческим настоящим гением, настоящим, вот, потому что тот доктор, который 10 тысяч человек и там 400 лайков научил убивать деревья, ну, то есть садить на верную смерть, ну, пусть отложено, ну, ну, скажем так, на мученическую жизнь, да, вот, а вот человек, который ничего плохого не делает, но он взял боднеровские дерева, срезал веточку, черешни боднера, это черешни боднера, ну, это как знак качества, да, и привел на степную вишню, на кустарник, и получил, что, уже в первом поколении, смотрите внимательно, он получил кустарниковую черешню, фактически, невысокую, жива, плодоносит, и быстро заплодносил, и вот смотрите внимательно, я, пусть второй раз, у нас же был вебинар, помните, я показывал, я успокоиться не могу, ребята, кто будет делать, вот это вот от нее, от нее, она же как, когда приемаешь, вся сила уходит в корневой отводке, то есть, поползло понад землей, не вверх, а вверх занят, черешние, да, вот, а она вот, обратите внимание, вон, вон, сейчас я даже укрупню, 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 до такой степени, вот, вот это, получилась кустарниковая черешня, вот она, посмотрите, что делается, конечно, тут общий корень, их даже выкопать бесполезно, вот, но, это можно делать специально, выращивать, степные вишни, так, не допускать такого загущения, и постепенно, с поколения за поколением, сделать кустарниковую черешню, плюсы, какие, моросойка всего, вишни степной, самая высочайшая, там, где-то, может, 40-45 годами, а здесь и 50 дежат, так же, она приживается к земле, а кто любит ледяное ветро, которое поверху, Ну, конечно, никто, вот, ну, что делаем, а? Наверное, и черешней надо будет заняться, Ага, уже, вот она жадность, вот она, а придется, это любознательность, а не жадность, жадность, а вот здесь вы опоздали, у меня, милая Светка, у меня в прошлом году, позапрошлым, не помню, это, была вот здесь, вот первая моя прививка в моей жизни, именно сувениры, ой, сувениры, Серафима, я уже переносил, у меня есть несколько деревьев, Серафима, они плодоносят, все замечательно, мне так обидно было, что вот она вначале погибла, почти вся, а вот тут вот, из ничего появилась эта ветка, и заплодоносила, вот посмотрите, сколько урожая, да, это в основной ветка Королевский, пришла пора, рухнула посреди ветка, и больше, вот так сказать, самой материнской нету, у меня сейчас та же судьба ждет в Париене, уже несколько уже не ждет, уже в этом году мы выпили больше 10 деревьев, которым исполнилось 30 лет, вот, спасибо, это самое, ну раньше, я иногда говорю, спасибо Сталин за наш счастливое детство, я говорю, если раньше такое было бы невозможно, а сейчас, когда рынок забит, этими же отравленными фруктами, кого это волнует, вот, а знаете, сейчас, смотрите, прошло полтора часа, давайте пойдем на кухню, хваток чая, я потом поприкалываюсь, как реклама влияет на, не технология на рекламу, а реклама на технологии, но сейчас чуть-чуть посмеюсь, при обрезке плодовых деревьев зимой, необходимо соблюдать, и дальше все как положено, почему это надо, потому что люди, надо продать, оказывается, что надо резать зимой, внимание, если внимательно присмотреться к ветрам, то нельзя не заметить, что погибшие ветки чаще возле ран, нанесенных во время зимней обрезки, и снова, тут теперь другой препарат, который спасает деревьев, если им плохо, при зимней обрезке пришлось, вот это страшная индустрия, индустрия страшнейшая, это забиты магазины, все, 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 вот, а когда говоришь, мне говорят, ой, я все это рассказывал, что там, вплоть до того, что вы сами-то режете, ладно, пойдем, когда вот такие фотографии, я нахожу сразу, пять-семь тем, с одной фотографией, вы догадайтесь, зачем я, я вам ее не покажу, зачем я фотографию, так, друзья, на чем мы остановились, я эту фотографию, выбрал почти случайно, не из-за девочки, Даши, ну, для меня она еще, девочка, хотя уже, мать двоих детей, из-за даты, наверное, нет, не из-за даты, а из-за вот того, что вот этот самый, взял, а изогнулся, его никто не просил, изгибаться, и тут опять страшный сон, я должен был ее уничтожить, я смотрел, несколько украинских сайтов, как они обрезку делают, прям видео, они уничтожают их, беспощадно, вот эти, да, у нас Сибирь, а они же как, они говорят, что я украинец, только для Украины, это касается, это действительно, причем они ссылаются на какую-то немецкую технологию, а Германия еще южнее, естественно, там вообще это отрезают, чертовой матери, вот, а тут как раз фотография такая подвернулась, вот она растет, да, и растет, а теперь представим себе, что не просто зима, а сверхзима, вспоминаем, где-то взрыв супервулкана, заволокло небо, если рассказывать, в наше время, это летопись, это какой-то, 1600 какой-то год, уже есть цивилизация, уже есть академия, пусть не в России, вот, в июле месяце идет снег, в августе, это все покрытое дом, не урожай, гибель людей, потому что не урожай страшный, все погибло, для этого деревья имеют такое свойство, то, что наука знает такое слово, оно называется расщепление свойств, если есть такое расщепление свойств у деревьев, да какого хрена их все приводить к одному порядку, я все ниже это покажу, вот я просто подвернулась фотографии, ну вот она растет, да пусть себе растет, да не злитесь вы на это дерево, что оно нестандартное, ну вот, я хочу убедить людей, хотя бы те, кто меня слышит, вот оно повернулось в бок, растет в бок, оно никому не мешает, ходить не мешает, оно не мешает стричь газон, это или как, это самое, дерн, вот, оно не мешает собирать плоды, оно дерево не губнет из-за этого, зачем его трогать, вот эта болезнь дикая, пошло, с юга к нам все идет, я уважаю своих земляков, они чудеса творят, вот, ладно, идем дальше, ну вот, башкортостан, вот она мне пишет, только такая фотография сохранилась, старый телефон сломался, фото потерялось, то есть, одна фотография осталась, плоды вкусные, все дети потаскали, даже поспеть не дали, отправлены с телефона, ну, а у них считалось, что вообще, Россия ничего не может, вот он абрикос, догадайтесь, от чей, вот, теперь, еще раз, я не могу, вот такие вещи, для меня, муравьи вызывают, не просто желание, уважение страшное, изумление, невероятное, нам их, я уже несколько раз, я приведил примеры, мои наблюдения, личные, да, мои личные, вот, и еще эти самые, я видел, муравейники, уже пусть это даже, как бы казенные фильмы, там, 100 миллионов муравьев, это сопоставимо с нашей страной, вот, рабоспособность, бедотказность, главное, ум невероятный, да, самоотверженность, погибают, чтобы спасти друг друга, и вот это вот, когда, когда вот, просто потом прощете отдельно, кому это интересно, просто поверьте мне на слово, что когда человек берет, банку с уксусом, и выливает на муравейник, ему хлопают сотни людей, ну, что такое массовка, знаете, там, рублей по 200 дадут, или 500, ну, да, и приказывают хлопать в нужном месте, вот, ладно, с Белоруссией мы никак не расстанемся, давайте, мне немного у нас времени осталось, но я хоть до Белоруссии дошел, вот, я давно подозревал, что там дело не чисто, по письмам, я каждый раз, когда мне что-нибудь заказывали, у вас что-то своего нет, в Белоруссии, это же между нами и Африкой, ровно посередине, ну, так, по климатическим этим, вот, если уж у нас растет, и вот, получаю очередное письмо, здравия желаю, кто мне ответил, что пошли вы со своим сибирским опытом, кругом одна мертвятина, привезена с Голландии, Германии, Франции, Бельгии, мертвятина, ну, и Польша тут, как тут, со своими палками, как вы их называете, еще карлики, полукарлики, колновитки, смотрите дальше, это, помните, я вам говорил долго, ваши Мичеринские эти палки просуществуют, ну, и началось, гектару спахали, саженцы вагонами завезли, высадили у каждого свой колышек с номером, всю эту красоту новой сеткой огородили, новой сеткой, заметьте, не старым забором, красота, ждут, когда же можно будет набить свой пузо райскими плодами, а тут произошло, вот, смотрите, свежее письмо, вспоминайте мои проклятия и мои предостережения, а тут произошло все, да не так, как ожидали, часть убита морозами, Белоруссия морозы, представляете, вот, я бы их назвал морозиками, часть засухой, остальное доедают черви, грибы, лишайники, те самые, вот, которые с первых же дней нашли свой дом на этих прекрасных саженцах, специально сегодня ходил на рынок, хотел деткам приобрести свежих фруктов, желательно от нашего родного производителя, кукиш, нет его, антоновки даже нет, зато кругом импорт, один другого краша, а жрать нельзя, так как все на троних, мертвый, так и ушел голодным, слава Богу, что вы есть у меня, заметьте, фраза какая, что вы есть у меня, и вы меня научите вырастить свой родной, чтобы мои детки не остались голодны, спасибо вам за труд, а теперь еще раз, внимание, гражданин Гаракун, замминистра, я понимаю, сейчас Белоруссия не до этих садов, то есть простым людям до садов, но у вас сегодня, у вас начинается в Белоруссии та самая, как их называют, бархатная революция, розовая революция, революция роз, как угодно, вот, вам кислород перекрыли с нефти, вот, что вы это самое, не уважаете, то есть я не буду про политику, я хочу сказать, что у меня была надежда на самого батька Лукашенко, почему, страна меньше, руки доходят до всего, бывший, этот, представитель колхоза, он, до этого был представителем, так, ну, казалось бы, ну, в Москве понятно, кто там в Москве, что садово все понимает, все мои фильмы, учебные, нахрен, значит, мои эти книги, куда-то исчезли, мои диски, никто не знает, где, кто изучает, никто не знает, ответа не получил, вот, ничего, просто один, мы вышли к другому, другой, третьим, и третий молчит, а здесь-то я надеялся, как, Беларусь покажет пример, вот, пересмотрит, а вы не знаете, какое слово, регламент, смотрите, сейчас, это, оу, предлагаем ваши подходы садоводству, не отвечает стратегии промышленного развития, а стратегия промышленного развития, вот она, КУ, КИШ, видите, вот ваша стратегия, а я уже говорю, как, я говорю, надо повысить Гаракуна, его же, этот, как специалист, от него, как его, ну, служащий, клерк кто-то, он же мою книгу прочел, похвалил, ну, правда, он не разбираясь с садоводством, в принципе, он и сказал, что садоводство не подходит, а вот смотрите еще раз, у меня все одно к одному, часть убита морозами, часть засуха, это что, не Сибирь? Допустим, не было морозов, а тут еще это, а вы, Елена Александровна, вы знаете прекрасно, что, что такое, вот эти вот самые палки, которые, там же, их же привязывают к этим, а все отрезают лишнее, то есть, это ходячий труп, это как, ну, сразу бы из него делали, какую-нибудь мебель, что ли, что мелочиться-то, делали же мебель из фруктовых этих, правильно, вот, почему бы сразу не делать, нет, надо же, чтобы за ним несколько лет ухаживать, угробить деньги, потом все это умрет, морозами убито, а здесь написано, что ваше, это, Сибирское нам не годится, а самое страшное для них, знаете что, это же чиновники, вот, сейчас я скажу, вместе с тем, нет, не так, в республике Белоруссия с развитием плодоводства уделяется большое внимание, вы знаете, сидит там куча чиновников, маленькая республика, это может быть не тысячи, а сотни, но они все равно же сидят, а самое страшное потом, все технологические процессы выполняются в соответствии с отраслевыми регламентами, утвержденным Министерством Сельского Хозяйства и Национальной Академией Наук, это те самые, которые это, я показывал предыдущих этих, вы представляете, я не знаю, несколько крупнейших сайтов по продаже с Аргенса, вот он, да, этот товарищ, который письмо вот вышел, он знает, что они из Польши и так далее, да, они не знают, а мне, чтобы узнать, я взял, посмотрел на эти, подпись под фотографиями, так, и сами фотографии этих плодов, везде одинаковые, думаю, интересное дело, значит, они, все сайты разные, а получается, что на разных сайтах одни и те же, эти, самые, сорта, ну, все понятно, и тот купил, и тот, а у них, получается, они каждый производит сам, и тот купил, и тот купил, и тот купил, все пять, круг замкнулся, а они-то этого не знают, а они же не отвечают за то, что у людей, кроме отравы, польской, ничего нет, а почему, смотрите, вот эта вот фраза, в соответствии с регламентом, вы представляете, вдруг, этот товарищ, замминистра, Град Кунлов, снимут его, ну, и сейчас не до них, сейчас война начинается, политическая война, не настоящая, вот, с Россией, вот, а, может быть, и пронесет, может, еще посидят там, тиши, в покое, как он может пойти к министру и сказать, вы знаете, мы все проверили, что железо, мы ходили на рынок, мы видели, что продают, мы, мы ревизию устроили на этих сайтах, в эти питомники, думали, что они правда выращивают, вот, а когда воруют, я же сколько показывал, я беру любую фотографию, из всех популярных, у меня 20-30 самых популярных, они все родились в моем саду, и везде идет длинный ряд сайтов, которые ее присвоили, обязательно, Украина, Казахстан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Белоруссия, а мы все это, говорит министру, кто там, я не знаю министра, вот, говорит, мы все проверили, оказывается, у нашей Белоруссии, кроме того, Кукиша, который вот этот, товарищ показал, ничего нету, ничего, ну да, ну бывает, ну уж простите нас, но это, мы верили отчетам, отчетам, нам же, вот, Академия наука отчеты давала, что она самая лучшая агротехника, вот, мы верили, что люди покупают, ну бывает, но вот, нашелся умный человек, ну, в Сибири, вот, вот, давайте мы сейчас, ну придется, конечно, нам регламенты пересматривать, а уже результата регламенты какие? отказаться от всей этой дури, посадил на холмик, отрезал при посадке, вот, приучил подвой с привоем, это считанные годы, для начала заказал у Железова, потому что, это самое, в каждом районе, в каждой области, даже в Белоруссии, абсолютно разные климы, вы, может, Гракон этого не знает, но там есть и вторая зона, так, климатическая, и третья зона климатическая, и где-нибудь на северных этих, есть и четвертая зона, вроде Ханты-Мансийска, и там можно найти, и где-то будет сильно жарко в Сибирске, а где-то само то, и давайте мы, батька Лукашенко, вы нас не увольняйте, к чертовой матери, но мы сейчас быстренько, 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 Железу 35 лет понадобилось, а нам всего, сколько мы говорили, 15 лет, да? 15 лет. 15 лет. А еще у него заместительницы, есть, ну, образно, в смысле, неформальный, да? Ирина Александровна. А еще у него сын есть, лучший привальщик в России, и лучший, этот, питомник. Мы сейчас быстренько их, это, на казенный кост, вот, и еще, если удастся уговорить, значит, и, начинаем это самое, а потом, после этого, кто-то в России, воскликнет, караул наших лучших специалистов, зарубежь, Белоруссия, зарубежь, а там и климат помягче, они там прекрасно устроятся, у них там дети будут учиться на русском языке, никто их гонять не будет, за то, что они русскоговорящие, вот, и на черт им это Сибирь, сколько там мерзнуть-то можно, вот, караул грабят, наших увозят, мы им сейчас быстренько отправляем к ним конца, сколько им предложил там этот, этот самый, гракун, зарплату, два раза больше, не согласны, три раза больше, и назад быстренько всех, спецназ прихватите, будут упираться, вот, вот так оно должно быть, ну что, на этом закончим, 22 на 0, смотрите, что мы не успели, ой, сколько интересно, вы представляете, вот это, вот, сколько интересно, ах, елки, Антон Валерьевич, я уже должен был второй раз сейчас, а потом третий раз сказать, случайно только вспомнил, итак, друзья, кто еще меня слышит, мы объявляем, с Антоном Валерьевичем, значит, новогодние скидки, как оно выглядит, смотрите, участвуют в этих скидках, только те, у кого я, вспомните, называл элитой, это те, кто меня слушает, потому что, кто не слышит, тот про скидки не узнает, и когда придет, пора ему что-нибудь заказывать, просто найдет сайт, случайно, как многие пишут, заплатит полную стоимость, итак, кто из вас уже заказывал семена, так, это случайный снимок, как сказать, как говорится, ну, это просто, он меня натолкнул на мысль, значит, без намеков, хотя, гуссурийская груша, это та самая, на которой все сладкие у нас растут, с черном баилом, и, так вот, повторяю сам себя, скидка для тех, кто хоть раз выписывал семена, хоть раз, ну, пусть еще те, кто выписывал книги, кто выписывал, что еще выписывал, черенки, пусть, и они тоже, все эти люди получат 20% скидку, а там, вот у меня сейчас на экране этого нет, но я догадываюсь, что потом, когда перейдем к вопросам, ответам, на экране появится чего-то зелененькое, такое, квадратик, куда надо нажать, это, и, ключевое слово, потому что, как я вас отличаю от тех, кто нас не смотрит, вас, элиту, скидка 20, точка, теперь, а те, кто еще не заказывал, извините, скидка 10, то есть, вы получите скидку, оформим заказ, на 10%, вот это и есть наши новогодние скидки, вот, чтобы хоть немножко это сам оживить, вот, не знаю, как Антон Валерьевич переносит эти все, как их назвать, ну, 62-й вебинар, а вот до этого, сколько у нас вебинаров было, вспоминайте, это ж, только мы начали, фактически, второй круг, ой-ой-ой, наверное, мы уже с ним сотни фильмов создали, вот, а что мы за это имеем, ну, вот, процент от этого, ну, все, друзья, это, 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 знаете, как жалко, так самые интересные темы начинаются, самые интересные темы, потому что так просто угробить, видите, я написал, четвертая причина самоубийства, вы должны знать, что это такое, Ирина Александровна, ну-ка, минутку потратим, почему у человека груша погибла? Во-первых, потому что капельный полив установлен. Во, самое главное, ой, мне когда звонят и говорят, Валерий Константинович, мы вам предлагаем установки капельного полива, прям по телефону, то есть, узнают же, кого может интересовать, сейчас же не скроешь, вот, вот это, Ирина Александровна, это, я думал, будет пять минут, Ирина почитать, это, ну, как следствие от этого, это переувлажнение постоянное, а груша ведь это не выносит, поэтому вот, он даже не знает, что он сделал полив для, так же, гибельный, да, ну, еще парочку причин, а мне нужно ответить? Не, я могу ответить, ну, давайте, биологическая несовместимость, это два, и вот это вот, повреждение коры, это я бы, нет, повреждение было потом, это он уже ножом, это фильм, вот, это он уже ножом потом, срезал, чтобы показать, что оно мертвое внутри, вот, узнаете? Это та самая рана, ой, прививка почкой, так, ну что, что мы будем дальше делать? А дальше мы сейчас, я просто смотрю, сколько интересов, я бы хотел сказать, и про мальжурские орехи, вот, и про эти, ой, сколько всего, сколько всего, сколько всего, сколько всего, железо, вот, что-то изназвался, дурочком, вдруг прилипнет, да? Когда-то я гордился этим, хе-хе, 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 ой, а сейчас я вот над этим дурею, хе-хе, все, Антон Валерьевич, вы меня слышите? Не буду дальше, а то я никогда не закончу, давайте так, переходим к вопросам-ответам, что-то я сегодня разговаривался, ну, у нас есть минуты три, на это время я пошел еще на кухню, для того, чтобы еще чайку долить, вот, сейчас, если вам будут вопросы, я, будете, ох, ну, не надо было это, я же не готовилась, особенно, вопросам бесполезно, ой, не надо было это, и я, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...